Распределение активов, я не призываю, я не даю индивидуальную инвестиционную рекомендацию, что это стоит сделать, но по крайней мере в каком направлении стоит посмотреть. Стоит посмотреть на направление золота, то есть золото скорректировалось 10% в портфеле, хорошо бы золото иметь, хорошо иметь типсы, в чем неудобство типсов, то есть этих инструментов в том, что они недоступны неквалифицированным инвесторам, к сожалению. Поэтому вы можете открыть брокерский счет в интерактив брокерс, в эксанты, через этого брокера непосредственно купить. Должны быть консервативные инструменты в долларах с фиксированным доходом, просто эта доля не должна превышать допустим 10%. Опять-таки реал эстейт, фонды недвижимости, коммерческой недвижимости, они там широкому кругу людей недоступны, но в качестве альтернативы просто будет, пускай это доллар, то есть не рубль, а доллар, пусть не 76%, пусть будет процентов 50%, но тем не менее, по крайней мере то, что я сейчас вижу по интеллектуальным денежным потокам, люди разгружают позиции, преимущественно авоцируют свои активы в консервативных инструментах инфляции. Иногда люди говорят, приходится слышать такое возражение, но акции же это тоже инструменты антиинфляционные, то есть если инфляция в долларах будет расти, то и акции же будут расти. Ребята, вы должны понимать, что да, то есть природа акций, она антиинфляционная, она просто более долгосрочная, потому что когда у вас начинает разгоняться инфляция, когда у вас печатаются деньги, когда у вас процентные ставки находятся на очень низких значениях и при этом инфляция начинает разгоняться, это приводит к тому, что центральные банки вынуждены будут повышать процентную ставку. То есть ставка по ипотеке, стоимость обслуживания долга корпоративными компаниями будет увеличиваться. И здесь возникают очень серьезные риски дефолта корпорации, потому что у нее будет увеличиваться стоимость обслуживания долга долгосрочно, то есть более дешевый долг будет замещаться более дорогим долгом, и это будут дисконтировать в оценке компаний. И поэтому, и оценят это очень быстро, и дисконтируют очень быстро. Поэтому в такой ситуации лучше, если у вас инфляция разгонится до 2%, 2,5%, типсы, или в России это флаттеры, то есть облигации, они вам по крайней мере, ну типсы, они будут вам давать доходность на уровень инфляции, и ваш кэш будет защищен от инфляционной составляющей, от инфляционного риска. Спокойно дожидайтесь, когда акции падают, и в этом случае увеличивайте свою позицию в своих инвестиционных портфелях именно акций. Что можно посоветовать в этой ситуации, помимо всего прочего, это пройти курс начинающего инвестора в MaxCapital, стать участниками закрытого клуба инвесторов, где мы регулярно отслеживаем направление движения умных денег, локацию активов, куда они аллоцируются, стараемся вести себя очень близко к этому, ежемесячно мы общаемся на эту тему, возможно вам это будет полезно и нужно. Опять-таки мы не принимаем за вас решения, мы не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций, да, у нас есть сигналы, что делаю конкретно я, что делают партнеры в проекте, но опять-таки не даем их индивидуальными, мы развиваем инвесторское мышление. Поэтому, если вам это необходимо и нужно, и вы хотите находиться в продвигающем окружении, что называется welcome, рад буду видеть в нашем тесном кругу закрытого клуба инвесторов, надеюсь вам это видео будет полезно и вам, и вашим друзьям. Поэтому еще раз ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь среди своих друзей, подписывайтесь на канал, чтобы получать новые видео и еще раз посмотрите стримы предыдущие, да, когда мы говорили о том, с какими ошибками сталкивается инвестор. Потому что неопределенностей очень много, активы стоят очень дорого, и рисковые активы, и консервативные активы действительно стоят достаточно дорого. Очень некомфортно, конечно же, оставаться спокойным в этой ситуации, придерживаться выработанной стратегии. Главное не идите за толпой, смотрите кому и что выгодны. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...